В финале зимнего первенства Одессы по футболу Риалфарма 2 встречался с Люксионом. Встречу активнее начали фармацевты. Подопечный Николай Альховидова не использовали два полумомента. В ответ соперники провели быструю комбинацию с выходом 1 в 1 Ермакова, но завершающий удар у него получился неточным. Единственный мяч провел Евгений Грубый в самом начале второго тайма. Вышедший на замену Алиев поборолся с соперниками на правом фланге и сумел прострелить в центр. Грубый забил в касание. В матче за третье место «Атлетик» выиграл со счетом 2-1 у Троицкого в овертайме. Знаменитый вратарь черноморца эпохи Виктора Прокопенко, а ныне президент городской федерации футбола Виктор Гришко, высоко оценил уровень игры в решающих битвах турнира. «Борьба была тоже до последней минуты на хороших скоростях и готовы были очень симпатичные две команды. Но Риалфарм, понятно, эта команда готовится к чемпионату второй лиги, но Люксион мне всегда нравилась команда. И сегодня просто им немножко где-то не повезло. Риалфарм забил гол и чемпион у нас Риалфарм, второе место Люксион». Второй год подряд добывают золотые медали зимнего первенства второй состав Риалфармы. Победа в турнире поднимет командный дух коллектива перед стартом второй части сезона во второй лиге чемпионата Украины ПФЛ. «Спасибо вам за красивый футбол. У нас есть хороший уровень летнего первенства, такой же самый неплохой уровень зимнего первенства. Спасибо, поздравляю победителей». «Здесь высокий уровень футбола, потому что профессиональные футболисты в отпуске бывают и играют за команды, которые участвуют в этом зимнем первенстве. Вот сейчас команды заняли первое, второе, третье место. Ну, в принципе, победил наш одесский футбол». Лучшим игроком турнира признан Александр Степанишин из Люксиона. Список бомбардиров возглавил атлетик Александр Якименко, а приз самого перспективного молодого игрока получил Денис Долинский из второй команды «Жемчужины», которая также поборется за медали в чемпионате Украины Ю-19 Первая лига.